Всем привет! Сегодня мы начинаем наш пятый прямой эфир, посвященный работе в каком-либо архиве. Напоминаю, что меня зовут Александра Подлева, что мы общаемся в прямом эфире с людьми, у которых есть опыт работы в этом архиве. И все это посвящено и приурочено к флешмобу «Хочу ргаду удаленно», который мы затеяли в связи с Международным днем архивов. И, к сожалению, наши многие архивы сложно назвать международными, потому что доступ к некоторым оцифрованным документам есть даже не у всех граждан нашей страны. Поэтому мы вас призываем сфотографироваться с листочком, где будет хэштег «Хочу ргаду удаленно», выложить его в соцсети и обязательно проставить, чтобы ваш пост отражался в общей ленте. Сейчас вы можете пройти по этому хэштегу, посмотреть, кто уже принял участие в этой акции. И среди нас есть Иван Янковский, который нас поддержал, за что ему большое спасибо. Также напоминаю, что 27-28 июня у нас будет онлайн-фестиваль по генеалогии. Сегодня мы говорим про Долгограда. Я там не была, поэтому будет интересно послушать, как устроена там работа. Так. Добрый день. Добрый день. Я уже потихоньку начала, рассказала вводную часть. Можно представиться. Да, меня зовут Бурцева Елена. Я автор и руководитель проекта «Знай наших», где рассказываю, как можно самостоятельно найти историю своего рода. И сама, естественно, я тоже ищу своих предков, своих родных, и в том числе в Волгоградском архиве. У меня очень многие ветки уходят именно в эту область, которая сейчас в Волгоградской области. Раньше это были разные губернии даже, но вот так сошлось все в одном. Поэтому я периодически работаю в Волгоградском архиве, и поэтому сегодня у нас такая тема. Здорово. Ну, вы сами ездите туда, типа командиратки? Это раз в год, получается, когда приезжаю к родным, то я посещаю архивы. Это уже такой обязательный пункт моей программы поездки на родину. Здорово. Я видела, что есть оцифрованные документы, но к ним нет доступа. У меня сразу этот вопрос. Да, там ситуация такая. Часть метрических книг, которые самые употребимые, это середина XIX века, начало XX века, их оцифровали действительно. Но к ним доступ только на компьютерах в читальном зале, ну, то есть в самом зале. Я задавала этот вопрос уже года два назад, наверное, я даже добилась. Мне директор подписал заявление, что я хочу провести интервью с сотрудниками архива для своего проекта. Я беседовала, да, с сотрудницей. Я задала этот вопрос. Почему, если есть уже оцифровки, они на самом деле еще как бы недоступны онлайн? Но, как всегда, у нас, как во многих архивах, проблема в том, что для этого нужны технические средства. Нужен сервер, да, на котором это все хранить. Нужны сотрудники, которые будут поддерживать вот эту экосистему и так далее. Но на это денег и ресурсов не было. Говорили на тот момент, что пытаются изыскать какие-то возможности, но вот мы до сих пор пока не нашли, не получилось. Поэтому, как бы, что есть, то есть. Понятно. Ну, будем надеяться. Просто я, может, как обыватель не понимаю, почему у одних архивов есть такие ресурсы, а у других нет. Ну, то есть это, в принципе, реально сделать. Это не из области фантастики. Там просто, насколько я понимаю, ситуацию с архивами, они же тоже разного уровня. Разное начальство, грубо говоря, и разные способы финансирования. И от этого очень зависит. Плюс, конечно, если архив, например, питерские архивы, они успешными считаются в плане оцифровки, но если подумать, то даже огромный поток идёт читателей, и это явно им экономически выгодно, даже если они вначале решились какой-то суммой. Но если архив какой-то помельче региона, то, ну, не знаю, надо считать, да, насколько им это всё через сколько... Наверное, с точки зрения экономики считают руководители, не только с точки зрения пользы для народа и истории. Да, привет-привет, знакомые лица и аккаунты. Ну, мне кажется, важно как раз-таки говорить про то, что это нам нужно и необходимо, и что мы в этом заинтересованы. Потому что вот в анонсе, который мы опубликовали в аккаунте, там девушка одна написала, я живу за границей, написала в архив, и я не уверена, что они бы просили предоплату. Это, в принципе, нормальная ситуация, когда архив просит предоплату и не возвращает её вне зависимости от результата. То есть, допустим, если что-то не сохранилось, то они эти деньги не вернут. Но это по факту за работу, за то, что... Да, за то, что они смотрели. Это, естественно, как бы здесь никаких претензий. Но она пишет, что у меня есть страх, что они деньги-то возьмут предоплату, а на самом деле ничего смотреть не будут и выдадут просто отписку. Ну, тут это человеческий фактор, я думаю, в первую очередь. Вот про Волгоградский архив именно с такой стороны работы я не сталкивалась, потому что я не заказывала онлайн, ну, потому что мне было бы сегодня с места ехать и посмотреть, либо там даже пару раз мама, ну, это она по своей инициативе тоже ходила, составляла кое-что. Я помню на первых порах, когда я только первый раз пришла в архив и вообще только этим всем заинтересовалась, я сидела, подписывала вот эти все бумажки, которые там дают, когда ты только приходишь в архив, что ты ознакомлен с правилами, вот эти все дела. И там был перечень моментов услуг их, которые они оказывают. И там было, что за 7 тысяч рублей, это было вот, я не помню уже сколько лет назад, лет пять, они типа по одной ветке делают историю твоего рода. Я такая думаю, так может дешевле, опять же там 7 тысяч оплатить, и пусть они ищут сами. И я сотрудницу тогда спросила одну, говорю, скажите, а вот как можно сказать эту услугу? Она говорит, там такая очередь на эту услугу, годы вперед, и вы быстрее сами найдете, что вам нужно, чем ждать, пока вам выполнят. И получается, вот из разговора потом, как я говорила, да, что я беседовала с сотрудницей в рамках своего проекта, как я поняла, есть у них два направления деятельности. Это один, когда ты пишешь запросы просто вот такие местечковые, да, вот найдите там записи о рождении моей бабушки, там про бабушку, и другой, когда ты заказываешь вот прям исследование какой-то ветки, и вот это вот направление, где ты заказываешь прям исследование какой-то ветки, оно действительно у них было тогда расписано на годы вперед, и там чуть ли не раз в год они добавляли еще кого-то, может там получить эту услугу, потому что смотрели свои занятости, потому что у них помимо вот этих запросов, которые идут от людей, мне тогда перечисляли список обязанностей их, и там что они делают. Они выставки проводят, и всякие пишут для каких-то мероприятий архивные, да, выписки какие-то делают, и проводят обучающие мероприятия, то есть у них на самом деле, вот помимо наших запросов, очень много других обязанностей, а штат все-таки, ну, довольно ограничен, то есть вот сейчас вообще, я не знаю, как вот, не буду врать, да, в Волгоградском архиве, но вообще сейчас ситуация такая, что во многих архивах всех сокращают, и в муниципальных, и в государственных, да, ну, то есть вращение штата. Конечно, я надеюсь, что все-таки это то, что я слышала по другим архивам, не касается Волгоградского, и, может, и другие архивы все-таки скоро, опять народ начнут как-то расширять штат. Вот, поэтому, ну, как бы, и получается такая ситуация, что если ты знаешь, как и что искать, то по факту тебе выгоднее даже самому прийти, либо местечковыми вот этими запросами, как я их называю, да, ты отправляешь какие-то вещи. Причем Волгоградский архив, это первый архив, где я увидела такую ситуацию, которую я считала до этого анекдотичной. То есть я слышала о таком, но я думала, что это вот настолько преувеличено, что стало анекдотом, когда говорят, что приходят люди и говорят, дайте мне дело, папочку натяпкина-ляпкина. И вот я сижу в архиве, как раз просматриваю цифровые копии на компьютере, и приходит бабушка, уже, наверное, лет 70, не знаю, и подходит к сотруднице читального зала, и вот буквально с таким запросом, дайте мне, пожалуйста, дело на такого-то. и сотрудница читального зала говорит, не, у нас так не получится. И вот она так мягко, так аккуратно, бабушке пыталась объяснить, что ей надо сделать, что ей надо понять вообще, по какой церкви смотреть, по какой местности. Вот это вот все она пыталась ей объяснить. Я думаю, боже, это ну как бы какое терпение еще надо иметь, да, и вот человеколюбие, чтобы столько работать с людьми, и на такие запросы как бы продолжать пытаться объяснить, а не просто отговорками какими-то. Я думаю, что такая бабушка была не одной на ее памяти, и такие люди периодически каждый раз приходят. Я сама сидела как-то в читальном зале, пришла с утра и до вечера тоже, и там, допустим, через час пришел человек первый раз в архиве, и ему объясняют все вот эти азы, что надо заполнить это, смотрите там-то, ищите здесь-то. Через час приходят снова новые, и все это как вот по заезженной пластинке. Я думаю, вот терпение у людей. Так что давайте любите сотрудников архивов. Да, на самом деле многие из них очень отзывчивые люди, и говорить про полую, про всех, плохо или хорошо, это, наверное, неправильно. Да, ну просто эта работа системы так устроена, что мы не всегда можем найти общие точки, хотя они у нас, конечно же, есть. И взаимная любовь и уважение, я думаю, все решит в итоге. Возвращаясь к Волгоградскому архиву... Да, конечно, вопросы можно задавать. Возвращаясь к Волгоградскому архиву, я знаю, что... Ну, как бы, сохранность документов. Я думаю, что для этого архива это такой достаточно-таки важный вопрос, потому что есть регионы, где не было военных действий, и, соответственно, сохранность документов там лучше. В Волгоградской области, я думаю, что там все сложно с этим. Вот можешь ли как-то прокомментировать? Да, там все сложно, и тут играет две вещи, я думаю, большую роль. Первая – это, конечно, военные действия, и, ну, город был практически столько земли, там, ну, осталось всего ничего, и я, если честно, не занималась вопросом изучения, куда девали документы, да, во время этих военных действий. Вывозили, может быть, а может, они оставались и тогда были уничтожены, вот это я не вдавалась в подробности, но по факту, да, город был уничтожен, и вообще на большой территории Волгоградской области нынешней шли прям кровопролитные, там очень много погибло людей и селений, поэтому, конечно, это очень повлияло на сохранность. Но еще второй момент, который я вижу, по крайней мере, в своих поисках и поисках учеников, у меня как-то совпало, так что довольно много сейчас, особенно в последний месяц, приходят учеников, которые по какой-то ветке или по нескольким куда-то вот в ближайшее географическое направление уходят, да, и поэтому, как бы, я могу им даже по архивам подсказать, ну, каким-то вещам, что посмотреть или нет. Вот, поэтому второй момент – это то, что Волгоградская область сейчас – это территория, на которой раньше жили люди, которые относились к нескольким областям, скажем так, да, это Астраханская губерния, в свою очередь, и Волгоград даже входил, то есть оно очень менялось год от года, даже в это время там Астраханская вот эта губерния, как бы, ну, это и поглубже копануть была. Так вот, Саратовская часть была ещё область войск Донского, а это очень много хранятся в Ростовском архиве, и, ну, плюс Астраханская, я сказала, вот тут вот северная часть Волгоградской области, там с Воронежем тоже есть пересечение, и получается, что по факту сейчас часть документов, ну, надо смотреть, понятно, но могут быть раскиданы по архивам. И вот по своим населённым пунктам, когда я смотрю, они на севере как раз находятся в области, и я смотрю, что, допустим, в Волгоградском архиве я нашла по населённому пункту Метрии, там написано, да, вот такая-то церковь, такой-то населённый пункт, такие годы, я такая, о, классно, пошла искать кое-что, нашла кое-что, нет, а потом я залажу на сайт архива Саратовской области, и я вижу, что по той же церкви за другие годы Метрики, то есть часть Метрики оказалась за одни годы в одном архиве, а за другие годы в другом архиве. И если, в общем-то, сильно не разбираться, да, можно сказать, о, я в Волгограде все Метрики проверила, своих не нашла, да, допустим, всё, у меня тупик, вот как бы, что делать дальше, но по факту, да, надо смотреть и искать ещё возможность. Вот эти пересечения, они дают даже возможность, вот, допустим, Волгоградский архив, он не оцифровывался мормонами, но какие-то документы, которые оцифровывались по немцам, по Волжье и по Саратовскому архиву, они как раз есть у мормонов на файлере Сёч. Получается, что по факту это Волгоградская область, но часть населённых пунктов можно найти, ну, там их немного, да, но кому они и нужны, да, это будет какая-то помощь. Так, я не успеваю читать вопросы, если ты можешь там промотать, может. Вопрос, я, честно говоря, не совсем его поняла. А как с вами списаться про царицын и и ловлю, и даренную моим предкам писаревки? А, ну, царицын, это вот Волгоград раньше был царицын, и ловлю, это один из населённых пунктов. У меня аккаунт Родстори, Род, подчёркивание, Стори, но там есть... Он в Дагонусе есть, и пост выйдет будет тоже. Просто в директ мне написать, если я смогу вам подсказать, то я подскажу. Ещё вопрос, много ли оцифровано в Волгоградском архиве? Смотрите, я полные, да, фонды как бы не просматривала, я просто когда сидела за компьютером, я чуть-чуть по птицам побегала, хотя там, ну, по идее, садишься, ты садишься, чтобы посмотреть конкретные какие-то сканы. Сказанные. Вариант, тебе в такую-то папочку зайти, потом в такую-то папочку зайти, и вот они там будут лежать. Ну, там по факту по номер фонда, номер описи и номер дела, и пошли по ним сканы. Вот, и я так полазила, в принципе, довольно много, ну, как бы под папой, но как бы полный перечень, что именно отсканировано. Я знаю, что они метрики сканировали, чтобы, да, меньше выносить вот эти сами бумажные копии, потому что из них реально в таком не очень хорошем состоянии уже подтёрлись. Я даже некоторые фотографировала, когда вот свои делала, копии. Я странички полупрозрачные просто себе сфоткала, чтобы потом показать народу, как это порой, ну, уже бывает выглядит, действительно, это уже в плохом состоянии. Поэтому, как бы, полный перечень я не могу сказать, но что я могу сказать ещё, вот, кстати, по этой теме. В этом архиве есть несколько хороших вещей, которые можно посмотреть онлайн. во-первых, это у них неплохие, ну, как методички, справочники по административно-территориальному делению. То есть они там неплохо, изменения по годам, но там, опять же, надо сидеть, всё равно, ну, разбираться, потому что на своём примере у нас по одной из веток населённый пункт бесов, хутор бесов. Ну, как он только там не назывался в административно-территориальном делении, и бесовка, и бесово, и бесов, и, ну, в общем, по-разному. И поэтому, конечно, надо, ну, состыковывать, потому что не всегда очевидно всё. Это первое, что важно понять, когда, да, идёт в архив, что они реально помогают, сделав вот эти справочники. Эти справочники есть у них на сайте. Сейчас, так, фотографировать с экрана можно, но за плату. С экрана, а, нет, сейчас, вот с экрана, наверное, нет. В общем, у них отдельно идёт. Ты можешь сам фотографировать, либо заказать цифровую копию того, что они отсканировали. Ну, цифровая копия стоит вообще не по-божески 250, что ли, рублей лист. А фотографировать, если сам фотографируешь, это, вот у меня с цифрами бывают проблемы, ну, в районе 60 рублей, 57, 67, может, 87. Что-то такое. Это когда сам фотографируешь, а когда заказываешь, там оно дороже, раза по, не помню. Ну, я сама всегда фотографирую, у меня всегда нормальные такие суммы получаются, потому что... Кошмар! Это, ну, я в шоке, потому что я была в Белгородском архиве, и там тоже оцифрованные метрические книги, я спрашиваю, можно фотографировать? До этого мне везде разрешали, а тут сотрудница говорит, а зачем вам? Я говорю, ну, чтобы у меня копия осталась. Он такой, нет, типа, не вижу смысла. Я говорю, ну, в смысле? платное копирование платное копирование с экрана, думаю, ну, совсем уже. Она говорит, вы выпишите, что вам надо, мы вам на электронную почту скинем. Я говорю, а сколько это стоит? Она говорит, бесплатно. Можете до 10 листов, бесплатно? Я просто в шоке была. Они мне скинули через 5 дней на электронную в отличнейшем качестве просто. И я... Это мечтала. Да. Вот это вот, кстати, это проблема этого архива. Так, проблема этого архива, потому что, ну, да, там получается, как бы, ты, причем там, где можно фотографировать, да, вот самому, если с документов. Один раз меня отводили, там стол стоял, какая-то комната, типа, приемная, неприемная, ну, какая-то, знаешь, такая. Вот. И там стол стоит, но там настолько темный свет, этот желтый, что потом часть фоток была нечитаема вообще нормально. Вот. И, конечно, это, ну, трэш при таком... Обидно не сказать. Когда последний раз я уже на окно положила на подоконник в самом зале, читала, пока просто там еще проблема с оплатой, там, чтобы оплатить, тебе надо обязательно, получается, сбегать, ну, в Сбербанк. То есть у меня какие-то были проблемы, я не получалась просто с телефона, там, с Сбербанка онлайн, допустим, перевести, какие-то проблемы мне выдавала, и мне пришлось в конце рабочего дня их бежать, искать работающий Сбербанк. Там тоже, как бы, своя история, что они говорят, нет, мы принимаем только налички, я говорю, вы вообще в каком веке живете, что вы не можете с моей карты за то, что, ну, как бы, да, оплатить просто счет. Вот, то есть, ну, там тоже пришлось по, ну, как-то, да, поискать какие-то ходы, я поэтому прибежала уже вот так вот вся, быстрее, быстрее, уже никого не было в читальном зале из читателей, там только сотрудница меня дожидалась, и вот я на, получается, подоконник положила и вот чисто на подоконнике пофоткала, ну, получше получилось, потому что все-таки лучше дает вот эту четкость. Вот, это вот первый по административно-территориальному делу, еще там у них есть неплохо отсканированные описи очень многие, можно поискать, но там тоже как-то это сделано хитрым способом, я не знаю, как так получается, но, в общем, когда через сайт их ищешь, часть ты видишь список, ты тыкаешь, там PDF-ки должны открываться, и ты их пытаешься открыть, и вроде как часть открылась нормально, а часть почему-то одна и та же открывается, то ли они залили пиво, и плюс часть, я, например, вот, когда пыталась несколько раз это делать, я как бы, да, периодически возвращаюсь к этому делу, какие-то там еще новые фонды посмотреть, и я не все находила на сайте, но я рассказывала на втором, по-моему, это было хаб-субтехе, что, или на первом, ну, в общем, на одном из хаб-субтехов я рассказывала о таком способе, когда в гугле вписываешь адрес сайта, который тебе нужен, и там, допустим, вот, когда PDF открывается, убираешь вот эту концовку с названием PDF-файла, и вписываешь остальной адрес, и фабрички берешь, и смотришь, что вываливается, это получается все, что в этой директории лежит, и можешь и вот я таким способом находила много PDF-ников там у них на сайте, которые по-другому я почему-то не получалась у меня на сайте найти, я как-то не туда заходила, жрала, то ли у них оно как-то так лежит, что, ну, не сразу получается найти. Елена, прямо этот, лайфхак хакера, я бы сказала, если кто-то что-то не понял, то, пожалуйста, пройдите, по-моему, у вас ссылки висят на хабсубтех или нет в вашем кофтехе? Ваши ссылки висят, по-моему, я их ключи не убирала. Либо у Елены в профиле, либо в Ютубе на официальном канале Генэкспо можно найти все выступления наших спикеров, и вот Елена, там у нее потрясающее выступление, они смонтированы классно, то есть вы смотрите, как это делать, то есть это не просто на словах, а именно вот куда нажать, куда тыкнуть, что убить, поэтому все, кто сейчас недопонял, отправляем вас на лекции. Да, я вспомнила, это все-таки первая лекция была, вторая у меня была про организацию. Еще такой вопрос, вот, допустим, я, у меня есть предки в Волгограде, я хочу поехать в Архив, я изучила то, что есть на сайте, что вот административное территориальное деление, посмотрела в офисе, мне повезло, я увидела, что да, там что-то сохранилось, я хочу поехать, мне надо звонить, заранее записываться, или как это происходит? Смотрите, если вы просто приезжаете, если вы, допустим, живете в Волгограде, то звонить смысла нет, но если вы приезжаете из другого региона, вам лучше, они просят позвонить, потому что для людей из других регионов, у них есть как бы послабление по условиям, то есть вы приходите, особенно если вы приходите в первую половину дня, заказываете какие-то дела, вам их принесут сегодня же, а для Волгоградцев это на следующий, по-моему, день, плюс, не знаю, мне так повезло или как, мне побольше выдавали, чем минимальный размер, объем, поэтому они просят заранее позвонить, потому что бывают такие ситуации, когда зал довольно плотно забит, я бы не сказала, что он сильно маленький, я знаю, что бывают намного меньше залы, но тем не менее, она говорит, чтобы не получилось, что вы приехали, а у нас нет для вас места, вам место придержим, если будем знать, какой вы будете. А выдача, как везде, полторы тысячи листов, да, там 10-15 дел, по-моему. Да, там, по-моему, такая же система, но на самом деле я каждый раз как-то обходила вот эти вот моменты, то есть мне как-то везло, то ли я меньше заказывала, то ли мне шли навстречу, что я иногородняя, ну, в общем, мне не ставили в колесо палки и лопу. Ну, мне тоже всегда говорят полторы тысячи листов, не больше, а потом как бы, ну, я говорю, ну, я закажу, вдруг чего-то не будет там на руках или что, или ПФС, или еще что-то, они такие, ну, хорошо, я заказываю, и мне, как правило, все приносят, ну, если ты иногородний, то есть такие могут быть. Ну, видимо, да, они идут навстречу. Вот вопрос пришел по области войска Донского. Могут там быть метрические книги или нет? В курсе? Смотрите, могут быть. Другой вопрос, что надо смотреть населенные пункты, потому что больше, не больше, ну, большая часть территории Волгоградской области была область войску Донского. И я точно видела по ним метрические книги, да, другой вопрос, что может быть, допустим, в том же Ростове, опять же, часть, другая часть метрических книг по тому же населенному пункту или за другие годы будет, или, там, допустим, другой пункт, может, один консисторский в одном архиве, а другой... Ну, то есть, это надо смотреть. это надо проверять. Кстати, вот тоже забыла сказать, сейчас упустила, что помимо вот того, что я уже перечислила, что есть на сайте архивы, там у них есть очень неплохая методичка, называется «И моя семья должна быть в истории» или как... Ну, вот как-то там, но есть это все на сайте, и там в ней написано, как можно искать по фондам. И плюс, вот, по-моему, в этой методичке, если нет, то там другая соседняя, ну, то есть, там все это на, по-моему, даже на одной страничке они выложили, и там есть в методичке в конце таблица, и там название населенного пункта, название церкви, и что есть из документов, есть ли ревизские сказки, метрические книги, фонды, то есть, то есть, вот ты просто смотришь эту табличку, и, как бы, выбираешь то, что тебе надо. Я не уверена, что она сейчас прям 100% актуальности, потому что ее делали то ли в 2004 году, ну, короче, ее делали какой-то и за это время могла ситуация немножко измениться, потому что что-то не пошло, допустим, откуда-то, да прислали или еще как-то, поэтому, конечно, ориентируйтесь на эту табличку, но еще надо и сами фонды, описи, дела изучать, смотреть. Ну, и, в принципе, прежде чем ехать в архив, всегда надо изучить матчасть, так скажем, это то, что на сайте выложено официально, и можно заглянуть в тематическую ветку ВГД, это всероссийское генеалогическое древо, форум. Если, ну, сначала вы изучаете, если у вас есть вопросы, то, в принципе, их можно задавать, но сначала лучше посмотреть и подготовиться, чтобы не терять это драгоценное время в архиве, потому что режим работы у всех разный, я знаю архивы, у которых бывает в среду выходной, ну, то есть ты два дня сидишь в архиве, день у тебя простой, и четверг, пятница опять работаешь, поэтому то, что можно сделать дома, делайте дома. Да, ну, вот я немножко горжусь, что ли, тем, что у меня ни один поход в архив с самого начала моего поиска не прошел без походов, но вот во всем в этом большая заслуга того, что я готовлюсь до этого, то есть я знаю, что я хочу найти, где я хочу найти, и там уже остается как бы просмотреть и надеяться на там, сохранность хорошая, попадутся именно мои, поэтому подготовка это очень-очень большая, важная часть. У нас тут вопрос не совсем по теме, но просят устроить эфир про происхождение фамилии, у нас вообще такое не спланировано, я напомню, что наши прямые эфиры выходят в связи с международным днем архивов, и мы проводим вот ну, как бы с гостями, у которых есть опыт работы в каком-либо архиве, они делятся им с нами, вот, а если вам интересна тема происхождения фамилии, то это аномастика, есть ряд книг, посвященных этим, я сейчас не вспомню авторов, но это можно найти самостоятельно. Да, ну, либо приходите ко мне на курс, у меня первый урок, второго шага, мы как раз разбираем, откуда пошли фамилии, и вообще, как вы можете понять вашу фамилию, откуда, ну, понятно, я говорю, что не верьте тому, что пишут в интернете на всяких вот этих сайтах, да, ваше происхождение, фамилии, потому что чаще всего это прям вообще придумки-придумки. Красивые легенды, наверное, чтобы было что-то сказать. Да, красивые, там, порой так почитаешь и думаешь, боже мой, надо же так придумать. Пишут, ох, как грустно неиногородним, когда заказываешь одно дело на разрешенные тысячи листов, больше не принимают заявки, ждешь три недели, а потом оно в КФС. Это про Волгоградский архив или про другой? уточните, пожалуйста, про какой архив вы говорите. Ну, я такой... ни одного дела в КФС в Волгограде не встречала. из того, что я заказывала, мне как бы все выдавали, ну, все было нормально, поэтому я прям только слышала пока что о таких ситуациях в других каких-то архивах, но тут я слышала хороший такой рецепт, который помогает многим, не в 100% случаев, но тем не менее, когда пишешь заявление на имя директора, с просьбой предоставить акт о том, что нужное дело в КФС. Если предоставляешь, окей, действительно в КФС. Вот, но если нет, то чаще всего тебе выносят это дело в ближайшие часы дни. Вот, и второй момент, если дело действительно в КФС, вы можете, ну, если архив принимает запросы вот именно такие точечные, то отправить запрос вам по этому делу поискали нужные вам сведения, и вам в виде справки или копии, да, там что-то найдется. Ну да, за деньги, но это сами сотрудники найдут. Пишут, это про Харьковский архив. А, ну, Харьковский, это, да, другая тема. Ну да, везде свой устав, как говорите. А у меня тут интересная история. Я прошлый год ездила по региональным архивам, и, соответственно, была иногородней, и мне шли навстречу, так сказать. А в этом году я пошла в московский архив, и там как бы уже все привилегии не действуют. И там я столкнулась с тем, что ты можешь заказывать дела, и половина из них может быть у кого-то на руках. Но когда они их сдадут, непонятно, и ты каждый раз пишешь эту заявку, и не знаешь, будут они или не будут. То есть, ну, вообще я знаю, что часть вот, когда на руках, это бывает даже не у людей, а у сотрудников архивов, которые... А это на руках, в читальном зале, они прям так и пишут, да. И мне прям было желание пройтись по столам, посмотреть, кто там, что вы, скорый или как. Мне там всего одну пленочку посмотреть. Вот. Так, есть еще какие-нибудь вопросы? Мне кажется, мы все основное обсудили. Елена, есть ли что-то добавить, что я не спросила? Сейчас я попытаюсь вспомнить. В принципе, наверное, какие-то основные вещи уже проговорила, что там есть. Ну, главное, готовиться заранее, не бояться идти, потому что, конечно же, работать с документами это своего рода удовольствие, пусть и с оцифрованными, тем не менее, что-то интересное всегда узнаете и про историю своей семьи, и про то село, где они жили. Поэтому архивов бояться не стоит. но уважать тоже надо и сотрудников и любить, и сын. Вот спрашивают про курс. Можно подробнее он для начинающих или нет? Когда я его создавала, я его создавала целью вот как раз для начинающих, чтобы полностью им дать полное понимание того, что делать, где делать, как делать, и у них, чтобы, вот мне нравится такой пример приводить, чтобы у них как будто полочки в голове образовались, и они уже встречая какую-то информацию, ну, например, пост какой-то интересный, полезный, чтобы они понимали вообще на какую полочку эту информацию положить, ему это или нет, потому что порой информация это интересная, но для твоих поисков сейчас это неприменимо. Но потом у меня, он уже курс сколько, два с половиной года по-моему идет, уже проходили и те, кто как бы с опытом и разной степени прокаченности, скажем так, и все находят в нем то, что полезно для себя, и вот это тоже как бы еще один предмет моей гордости, то, что если человек проходит курс, то есть да, у меня есть маленький процент тех, кто на какой-то стадии, но обычно это в начале забрасывает, не проходит дальше, несмотря на мои попытки его вернуть к жизни, сообщения какие-нибудь, что у вас происходит и так далее, но те, кто реально выполняют домашние задания, у меня нет тарифов без обратной связи, там разные уроки просто обратной связи, я всем отвечаю и все, кто проходит и делает домашние задания, у всех есть находки, к концу уже курса, как бы полный курс, три месяца где-то идет, сейчас нет потоков, я их убрала, поэтому это примерное время, потому что человек может пройти быстрее или чуть дольше проходить, по зависимости своего так вот, и вот все, кто проходит до конца, у всех есть находки, у всех прям, у кого-то значительнее, у кого-то поменьше, но это зависит от нашей личной истории, от сохранности документов, и потом в конце действительно все говорят, а у меня последний, третий шаг называется ничего не страшно, потому что разбираем архивы, ЗАГС, везде пишем, направляем запросы, а для многих это является стоп-фактором, поэтому многие в комментариях, либо потом уже в отзывах, в каких-то ответах пишут, что после этого действительно ничего не страшно, и у меня несколько учеников пошли работать в генеалогические фирмы по части коммерческой генеалогии, поэтому как бы я считаю, что в принципе курс достаточно объемный и полностью раскрывает эту тему, что можно и самому заниматься, и даже потом успешно искать чужие родословные, хотя там есть свои нюансы, когда ищешь другим, но... Я от себя добавлю, что на самом деле мне кажется, у каждого исследователя есть какие-то такие тупиковые ветки, когда ты вроде бы все сделал, а ничего не нашел, ну, бывает. И важно здесь вернуться в начало, то есть посмотреть на всю ситуацию с нуля, и как раз, мне кажется, курс может помочь на это, ну, как бы прийти с этой тупиковой веткой и прорабатывать, допустим, только ее на курсе. И плюс, в чем еще классно у Елены именно, если вы посмотрите ее выступление на хаппетхе, то вы поймете, что у нее куча инструментов взятых из смежных каких-то дисциплин и наук. Вот то, как она ищет в интернете, ну, мне кажется, ну, то есть я нигде такого ни у кого не видела, и это классный инструмент, потому что мы в 21 веке, и он действенный, то есть только посмотрев одну лекцию, вы уже там почерпнете много всего. я на курсе не была, но думаю, что на курсе гораздо всего больше. Да, там очень как бы объемный, поэтому он идет, ну, вот в среднем три месяца, потому что я не знаю, как за меньший срок можно, ну, сильно дать вот этот объем человеку, то есть, конечно, кто-то проходит быстрее, но в целом, ну, в среднем три месяца идут, потому что надо же не просто это прочитать, посмотреть, да, пока ответ придет, пока на своем примере, на своей истории рода это все испробовать. Каждый урок я засчитываю только после того, как мне сдают домашнее задание, и в домашнем задании по своей личной истории там то административно-территориальное отделение прописывают, то тоже фамилию разбирают, одну или несколько, то есть, тут я даю студентам такой карт-бланш, я говорю, смотрите, по своей загруженности, если вы понимаете, что вы сейчас не тянете много веток, возьмите одну ветку, вы пройдете курс, будете знать от и до, как это сделать, и остальные так же сделаете, тем более для тех, кто проходит курс вовремя, я даю пожизненный доступ к этим материалам, то есть, когда я обновляю, да, так все формы обновились, я обновила, естественно, это все в курсе. У старых учеников есть доступ. И они могут все это посмотреть, и все это взять. Поэтому, ну, как бы, все можно за это время, вполне за три месяца, можно неплохо прокопать как минимум одну ветку. Тут вопрос, когда стартует ближайший поток. Потоков нет. Сейчас я уже какое-то время, наверное, уже около года, может, чуть меньше, перешла на другую систему, вы оплачиваете, выбираете тариф, там тарифы есть, либо с минимальной обратной связью, как я просто говорю, вы правильно сделали с точки зрения технического выполнения задания, или неправильно. Второе, это ВИП, обратная связь, когда я еще вам говорю, допустим, так, вы это сделали правильно, вот тут переделываем чуть-чуть, вот тут посмотрите, допустим, вот таким-то архивом на такие-то сайты зайдите, вы еще их не хватили, а я знаю, что там может вам и третий вариант, это поучинг, он называется, то есть, помимо того, что я вот такую расширенную обратную связь даю, мы периодически еще созваниваемся с определенного момента, с определенного урока, ну, в середине, потому что вначале особо не смысла, вот, и где-то раз в неделю, раз в две недели мы созваниваемся и обсуждаем еще ваши какие-то вопросы, ответы, потому что вот затронутая тема по тупике поиска, на самом деле, вот на мой взгляд, после ведения двух с половиной лет курса, да, после того, как я работала в генеалогической компании, видела, как там расследуется это все, чаще всего тупик, в какой ситуации бывает, ну, точнее, несколько ситуаций этих тупиков, другая ситуация, это если действительно нет сохранности документов, то есть совсем все уничтожено, вот, я сейчас пытаюсь еще свою ветку расследовать, которая идет с Кавказа, с, ну, сейчас это Карачаево-Черкесия, ну, в общем, Ставропольская губерния, губерния вот в той стороне, и там же это все было оккупировано немцами, там все не сражалось, то есть, ну, приходится часто хвататься за какие-то вот косвенные веточки, то вот я уже сказала, да, что порой, если нет основных источников, если ты знаешь, за что можно схватиться еще, то, да, это может быть сплошнее, но ты можешь попробовать все равно прокопать поглубже. И второй момент, который чаще всего на самом деле вот в тупиках, это когда человек просто не знает, куда можно обратиться и что посмотреть, то есть, ему кажется, что это тупик, но по факту это просто недостаток информации у него по поводу вот этого вот у меня есть о моем YouTube-канале, я его тоже недавно начала, вот в связи с Хабсодиаком, со всей книжикой, там периодически я добавляю новые ролики, ну, пока он не прям очень активно пополняется, но тем не менее. И там уже есть ролик, я выступала, это было, по-моему, мое первое выступление вживую на тему генеалогии, на историко-родословном обществе, я выступала два или три назад с темой как раз как можно пройти тупики, там, ну, вот сейчас с моей точки зрения, я бы сказала, что такой довольно легкий уровень, да, вот этой лекции, вот, но я когда ее готовила, почему я вот такие моменты подобрала в нее, потому что на историко-родословное общество ходит очень разнообразная публика, то есть там есть и те, кто чуть ли не первый раз пришел и вообще не знает, вот передо мной как-то сидела женщина, и она поняла по нашим перешептываниям с моей знакомой, что мы как бы в теме, она поворачивалась и задавала нам вопросы, потому что она вообще не понимала, что это за документы, о которых говорят, ну, то есть совсем не в теме, то тому сложно. А есть еще порой приходят профессионалы, которые занимаются коммерческой генеалогией, которые много лет в теме, которые там на ВГД, на других форумах часто сидят и пишут, и я понимала, что как бы одной лекцией удовлетворить всех, ну, как бы не получится, но я постаралась какие-то там инструменты собрать. Эту лекцию я постаралась записать, конечно, это вот как получилось на тот момент с точки зрения техники, я ее выложила на YouTube. И мне буквально вчера, по-моему, пришел отзыв, что посмотрели, причем девушку, которая давно занимается генеалогией и как бы считает себя такой продвинутой в этой теме, она написала, что, Лена, я посмотрела твою лекцию, я нашла путь как-то тупик один пройти, и жду сейчас оттуда, чтобы написать, если действительно получится прорваться. То есть, на самом деле, даже если вы много лет в генеалогии, много лет пытаетесь что-то искать, можно посмотреть, и, может быть, вы в тех инструментах, что я там даю, тоже себе что-то найдете, чтобы пройти этот тупик. Ну, либо еще поискать какие-то теоретические, опять же, знания, которые помогут найти новые какие-то зацепки. Канал, как называется на Ютубе? Знай наших. Знай наших. Вот там лекция, и, наверное, с Хапстеха тоже там есть лекция, или нет еще? По-моему, я выложила одну или две, не помню. Вот я выкладываю. Тут просто задавали вопрос, как найти выступление про вот эти вот электронные интернет-ресурсы, с первого Хапстеха. По-моему, там у нас называются лекции по именам спикеров. То есть, если вы наберете Елену Бурцеву, то, соответственно, там будет два видео. Выбирайте то, где про интернет в комментариях можно будет, в описании видео можно будет это разобраться. Да, по-моему, у меня в аккаунте, вот в Инстаграм-аккаунте там ссылка есть, и там под ней много ссылок. И, по-моему, я не убирала оттуда вот эти Хапстеховские. То есть, вы просто тогда вводите, какого он там, 15-16 апреля был первых в Апстехах, вот эту ссылочку. И там же есть ссылка на мой YouTube-канал, тоже можно перейти. Еще были вопросы в комментариях. Я видела, скорее, просто про организацию наших эфиров. Спрашивали, будет ли эфир про рязанский архив. Нет, он не планируется, но в Инстаграме есть архивист, который работает в архиве рязанском самом, то есть, непосредственно владеет информацией про этот архив. У нее есть аккаунт, называется не нижнее подчеркивание Постникова. Она периодически проводит какие-то информационные эфиры, курсы, так что можно к ней обратиться, посмотреть, отвечать также на вопросы в сторис. Поэтому обязательно, кому это актуально, идите. Даже, в принципе, кто хочет понять, как работает архив изнутри, это очень полезный ресурс. Про Саратов спрашивали, у нас тоже не планируется эфир, поста вроде бы тоже не будет, потому что нету исследователей, у которых есть непосредственный опыт работы с этим архивом. А мы берем только таких, потому что, ну, чтобы это было изнутри. Можно зайти на сайт посмотреть, но это как бы все равно не то. Завтра у нас будет эфир про архивы Белоруссии с Алексеем Белецким. Тоже в час дня приходите, кому актуально будет анонс, задавайте ваши вопросы. Я так понимаю, что вопросов по Волгоградскому архиву и, собственно, к Елене уже нету. Мне кажется, мы на все ответили. Елена, большое спасибо, очень подробно, и я думаю, что будет полезно не только тем, у кого родственники из Волгоградской области, но и тем, кто давно, опять же, в генеалогии. Поэтому спасибо большое. Очень приятно было пообщаться на эту тему в очередной раз. Все-таки генеалогия приятно, что сейчас все больше тех, кто интересен. И когда я только приходила, намного уже был круг, с кем это обсудить. Про куртку у нас тоже нет, к сожалению, специалистов, у которых есть опыт, тут вопрос пришел. Будет вот про Белоруссию эфир, и еще несколько постов будет про Владимир, про Москву, про РГВИА, по-моему, и про Томск. Они вот выйдут в ближайшие дни. Я напоминаю, что все это происходит ко дню, к международному дню архивов, и мы проводим флешмоб «Хочу РГАДу удаленно». Это про то, что нам важны, в принципе, все архивы, не только РГАДы, и что нам важна оцифровка и удаленный доступ к этим архивам. И мы вас призываем присоединиться к нам, сделать пост с этим хэштегом, выложить его, чтобы таким образом достучаться до власть придержащих и показать, что это действительно нам важно и нужно. Так, кто не видит, видео, как мы сделали лекторы и хамсу тех. Елена его монтировала. Я вам не была. Да, пару ночей было посвящено этому. Вот, и фотографируйтесь, выкладывайте свои фото. Причем, чем креативнее, тем лучше, но если нет возможности покреативить, можете просто стать с бумажечкой, это будет уже большой-большой шаг. Потому что, ну, важно все-таки что-то предпринимать. Елена, а еще я хотела спросить, на нынешнем Генэкспо, который пройдет 27-28 июня, у вас же, по-моему, будет лекция. Да. Можете проананонсировать зацепочку такую, крючочек? Ну, я считаю, это будет очень интересный интересная лекция, потому что какое-то время назад я стала искать информацию, ну, во-первых, по вот той ветке, которая на Кавказе была, и оказалось, что там все как бы с сохранностью плохо. И второй момент, я выяснила, что дядя моей бабушки попал в плен в войну и погиб в концлагере. Я стала искать еще по этому моменту. А так как изначально я работаю в крупной международной компании, ну, совсем другой области, связанной с IT, но, тем не менее, я умею и люблю искать на иностранных ресурсах, я неплохо знаю английский язык, соответственно, я полезла искать какую-то информацию еще на иностранных ресурсах. И я нашла несколько очень интересных баз данных иностранных, которые могут помочь в наших поисках, причем это касается не именно иммигрантов, да, потому что иммигранты это тоже отдельная тема, по которой есть довольно много информации на заграничных ресурсах, а именно по нашим с вами предкам, которые либо в войну как-то участвовали, да, либо ну, еще засветились другими способами, я буду делать обзор вот этих иностранных ресурсов, как вы можете на них что-то найти. Конечно, это не для всех будет, потому что нет такого прям большого объема целой архивы, но тем не менее кто-то может найти нужную для него информацию, причем я подозреваю, что надо проверить будет всем, потому что мы порой не знаем, что наш предок к этому не имеет отношения, а может быть он там и засветился, поэтому вот такой момент, и можете заранее подсмотреть, потому что это уже доступно, я к первому хабсу теху делала потом уже дополнительный материал, он лежит, это если с моей странички инстаграма переходить дополнительное видео, как можно переводить странички все, которые на иностранном языке с помощью гугла, поэтому если вы не умеете еще это делать, и у вас уровень языка не позволяет свободно понимать, что происходит на этих страницах, а порой не всегда это английский язык, немецкий или еще какой-то, то вы можете воспользоваться этим способом, поэтому посмотрите заранее, чтобы быть уже во все оружии. В общем, с генеалогией Лены прокачайте не только поисковые такие, в смысле, с бумажными ресурсами, но и с интернетом, в принципе. Да, в таком веке, когда есть такая возможность, то грех этим не пользоваться, тем более, вот по моим ощущениям в сети есть очень-очень-очень много о наших предках, надо просто уметь это искать. В общем, спасибо большое за эфир, спасибо всем, кто был онлайн и задавал вопросы, надеюсь, мы на все ответили, спасибо Елене, что в этот субботний день уделили время нашему проекту и участникам. Запись эфира будет в Инстаграме, надеюсь, сейчас он сохранится, и на Ютубе официальный канал ГенЭкспо, подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Всем хорошего дня! Да, все, пока-пока!